Первым звонком, поздравлениями и напутственными словами от педагогов и основателя вуза стартовал учебный сезон. С каждым годом слушателей Народного университета становится больше. Если четыре года назад на лекции приходили не больше 30 человек, то сейчас эта цифра достигает 100. А всё дело в том, что люди старшего поколения хотят продолжать своё образование, реализовывать себя и быть активными участниками общественной жизни. За три года обучения Любовь Смирнова уже почувствовала разницу жизни до и после. Учёба у нас чудесная. Преподаватели – это вообще асы у нас. Мы получили такую закалку, наши дети, мы стали уравновешены. Психология наша вообще чудесная. Опыт Сочинского Народного университета изучают уже в более чем 40 регионах России. Санаторий знаний принимает и Всероссийский слёт народных университетов. На этой площадке люди старшего поколения изучают английский язык, проходят курсы психологии и владения компьютером, изучают правовые и финансовые нюансы, оздоравливаются и путешествуют. Идея создать университет 55+, она родилась у Дмитрия Владимировича Богданова. Почему она родилась? Вот по нашей сегодняшней нелёгкой жизни необходима какая-то отдушина, где можно было бы набраться сил, узнать что-то новое в экономике, в политике, как-то определиться в этом новом мире, который сегодня заменил Советский Союз. И вот, чтобы облегчить жизнь людей и сделать так, чтобы это был не возраст дожития, а возраст счастья, организован этот университет. Семинары, лекции, увлекательные встречи и экскурсии в Народном университете проводятся бесплатно. Занятия проходят еженедельно по средам. В новом учебном году слушатели не только познакомятся с новыми темами, но и два раза в месяц могут посещать зимний театр и зал органной и камерной музыки. Итоги четвёртого учебного сезона подведут в мае.